Начинаем наш выпуск с большого события. Седьмая премия губернатора наше Подмосковье завершилась, собрав тысячи неравнодушных людей, которые стали инициаторами и создателями социально важных для региона проектов. Эти проекты направлены не только на развитие области, но и на оказание адресной помощи людям, которые в этом нуждаются. Торжественная церемония награждения прошла в Красногорске. В этом году премии губернатора отмечены 46 люберецких проектов. Кто же стал обладателем наград за добрые дела и возглавил пьедестал почета? Наш корреспондент Анна Троян в окружении победителей выяснила все подробности. Вы делаете добрые, важные дела, дарите внимание и заботу не потому, что существует премия, а потому, что этому велит ваше сердце и ваше состояние души. Премия добрых дел объединяет в себе людей с большим сердцем. Губернаторские награды присуждают за уже реализованные проекты, которые приносят пользу окружающим. В 2019-м о своих социально значимых делах заявили свыше 22 тысяч жителей Подмосковья. 9 тысяч прошли защиту проектов. Самым юным добродетелем стала Полина Зуева из Балашии. Девушка организует конкурсы талантов. На церемонии также отметили самую старшую участницу премии, победителя народного голосования. И проект лидер по размеру инициативной группы, а это 407 человек. Спасибо, спасибо Жури, что так высоко оценили наш проект. У нас сегодня в доме будет настоящий праздник. Мы жили этим проектом, мы жили этим конкурсом. И я сегодня просто счастлива. А все призовые деньги мы потратим на нашу детскую площадку. Будет у нас и хрюша, и степашка, и декоративный фонтан. Членам совета предстояла непростая задача – отобрать тысячу лучших проектов. В этом году их реализаторы получили по 180 тысяч рублей на развитие своих добрых начинаний. На сцене награды получили самые значимые проекты. Их разделили на четыре номинации – «Экология», «Творчество», «Волонтерство» и «Прорыв». В номинации «Прорыв» победил проект «Город А». Этот проект в первую очередь для городов Московской области, потому что это уникальная возможность рассказать о себе, уникальная возможность показать свои творческие коллективы. От Люберчан в этом году поступило 2188 инициатив. По количеству жителей, вовлеченных в проекты, а также по количеству защитившихся. Городской округ занимает лидирующие позиции. Первый раз участвовал и сразу принес победу проект Александра Кагута. Вместе с единомышленниками спортсмен организовал бесплатные занятия для детей в клубе единоборств. У нас занимаются дети с 10 до 14 лет бесплатно. Более 170 детей на сегодняшний день. Ежедневно, 6 дней в неделю ведутся группы по различным единоборствам. Возможность выступать сегодня, присутствовать точнее здесь. Большая честь – это заслуга тренерского состава, нашего руководства, всех тех людей, которые с нами сопереживали, из года в год шли бок о бок. Это общая победа, это для нас много значит. Значит, это нас признали. Мы молодцы. Один из 46 люберецких лауреатов – обладатель многочисленных премий. Александр Чувашев развивает спорт для колясочников, возглавляет единственную в регионе баскетбольную команду, а теперь еще и помогает с транспортной доступностью людям с ограниченными возможностями по здоровью. На полученные деньги компенсирует затраченное. В этом году у нас проект, тоже связанный с командой, как в прошлом году, называется он «Автоволонтеры с инвалидностью». У нас дело в том, что у команды нет финансирования пока что. Так получается, что у нас у ребят все за рулем, у всех свои машины. Мы возим и сами, и себя, получается, и друг к другу. У кого нет, например, машины, возможно, сюда ехать до тренировок. И если новые какие-то ребята появляются, они могут нам позвонить и тоже добраться до тренировки с нашей помощью. За все семь лет проведения премии в НИПа участвовали почти 295 тысяч человек, 13 тысяч проектов. Отметили денежными премиями. Каждый год неравнодушных людей, подавших свои проекты, становится все больше. Организаторы надеются, что тенденция на совершение дел, которые меняют мир к лучшему, продолжится и дальше. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.